Почему должны собраться хозяева клубов? Для того, чтобы определить вообще статус чемпионата и количество команд, и кто сегодня возможно играть. Потому что сегодня есть вопросы и по системе проведения, и по количеству клубов, в связи с тем, что Арсенал снялся, два клуба ушли с чемпионата, или уходят, по крайней мере, сегодня к этому все идет. Плюс с первой лиги я не уверен, что все клубы будут участвовать, тем более Олимпий, который сегодня получил право участия в премьер-лиге, тоже в Донецке он сегодня не сможет играть. Я думаю, Донецк мы отбросили на полгода, на год, на полгода точно. И экономически, и сегодня те люди, которые сегодня голодают, и не имеют возможности жить в Донецке или в этом регионе, как они будут смотреть на то, что будут миллионные контракты у футболистов, которые будут продолжать чемпионат. Это очень сложная ситуация. Мы сегодня не задумываемся, кто-то жирует, а кто-то умирает. Это очень сложно в этом время. Поэтому вот для этого должны собраться, я думаю, представители региональных федераций, руководители, это если мы говорим о структуре федерации, и именно хозяева клубов, те люди, которые непосредственно финансируют и содержат клубы. И уже в контексте определиться с деятельностью, наверное, и клубов, и премьер-лиги, и ПФЛ. Понятно, что сегодня чиновникам выгодно для того, чтобы проходил, потому что это финансирование, это и так далее, это и какие-то движения, работы. Но сегодня же нужно искать поле для Олимпика, не только для Шахтера, для Олимпика, стадион, чтобы он соответствовал. Искать для металлурга Донецкого, для Луганской зари, для металлиста Харькова. Если бы только для Шахтера, то это одна ситуация, да? А если мы ищем сегодня для пятеры, для пяти клубов, которые не будут играть у себя дома, по крайней мере, пока идут военные действия, они у себя не смогут участвовать, пока не снят международный запрет. А соответственно, есть ли смысл вкладывать людям деньги в команды, которые будут играть за пределами, и для болельщиков, или для кого, для статистики мы будем играть, или для участия в Еврокубках.